Здравствуйте! Ещё раз приветствуемся. Меня зовут Рим Белитов. А это Рома Скалов, который сегодня прибыл на скульптургом. Мы будем читать вам пластикулас, вернее не читать, а совместно с вами проводить на тему создания комикс из жизненной ситуации. Откуда такая тема и почему она первая? На мой взгляд, есть один источник, откуда всё берётся, откуда берутся любые истории. И именно ситуация – это и есть такой источник. Я предлагаю определение ситуации, что ситуация – это некое нарушение заведённого ритма в жизни. Есть некое такое повседневное, обычное течение, поток жизни, и вдруг что-то происходит, что этот поток резко нарушается. Я бы ещё добавил, что не то что… не, конечно, правильно, но ещё плюс к тому, что нарушается естественный обход вещей, возникает некая эмоциональная реакция на это. То есть это связано с тем, что человек удивляется, пугается. Возникает какая-то эмоция, которая даёт мощный энергетический заряд ситуации этому моменту. Это может быть совсем ничтожное изменение естественного хода событий. Может быть, для кого-то это просто то, что он увидел на потолке трещину, а раньше её там не было. И вот трещина так его поразила, дала такой эмоциональный всплеск, что это может стать… Да, момент сумасшествия и вдохновения, и в итоге молочная какая-то история. Существует, как мне кажется, две таких больших разновидностей ситуации. Некие ситуации, которые порождаются нашей фантазией. То есть мы моделируем что-то, исходя от нашего опыта и нашего сокровенного желания. Мы моделируем какую-то ситуацию. А второй как раз источник – это сама жизнь. То есть мы берём ситуацию, вот с нами что-то происходит, скажем, там… Пошли в магазин, а магазин закрыт. Вот ситуация. А нам нужны срочные продукты. Нам пусть приедут. Что мы будем делать в этой ситуации? Нам нужно напрягать мозги и думать, как нам раздавать продукты. Правильно? Ну, или другой тип ситуаций. Например, человек сидел, сидел, что-то делал. А потом вдруг неожиданно поднял голову и понял, что в квартире кроме него никого нет. И такая тишина. Первый раз на десять лет он слышал тишину у себя в квартире. И для него это тоже ситуация. И она может быть не менее яркая и заряженная, чем ситуация. С ключами или с магазинами. С аварией. Ну, вот так сложилось, что в квартире все-таки превалируют первые люди. Это некое фантастическое допущение. Ну, то есть мы хотим рассказать о том, как же все-таки нашу жизнь, те ситуации, которые происходят с нами в курсе дневности, даже в курсе дневном опыте, опять-таки переводить на язык комиксов. Ну, вот я хотел привести некоторые примеры из того, что есть в современном комиксе, я говорю, в этой комиссии, например, книжка, перевод Мавил «Давай останемся друзьями». Это четыре истории любви, которые закончились ничем. Закончились фразой «Давай останемся друзьями». Рассказывает очень забавное и интересно, но ни капли не отходя от реальности. Да, там нет каких-то волшебных палочек, нет, там не знаю, пришельцев, нет контунов, бумагов. Там все крайне реалистично. «Овраги» – такой комикс, знаете, видел? Вот. Компуляционный, и все-таки на сцене этого комикса становится история про то, как его друг потерял паспорт. Представляете, что есть в стране? Она оказалась на стране, ищет планеты, и вот он потерял паспорт. Но еще часто есть такое определение ситуации, что это то, что мы больше всего не хотим, чтобы с нами произошло. Но тем не менее, если это не произойдет, то наша жизнь будет смешная, в ней не будет вообще ничего происходить. То есть именно тогда, когда происходит то, о чем мы больше всего боимся, то, о чем негативнее, то, что с нами происходило, именно это и становится, если мы потом посмотрим, самое интересное, что было в нашей жизни. А еще, что есть интересный такой факт, что обычно, если посмотреть на эти комиксы, ну вот пример, например, комикс про Супермена. Просто есть очень опытный факт, что обычно самые панатические комиксы, где происходят самые, что невероятные, художники прорисовывают очень реалистично. И вот Скайдон приезжал, кстати, в Принтон, ему тоже реакции, или нет? Вердийский и замечательный художник. Ну вот, например, одна из его книг. Там всегда есть некое сюрреалистическое, невообразимое упущение. Например, там человек стал замечать, что у него цветная тель. Такая исходная ситуация. Что с ним дальше происходит? Или вот, например, невидимые границы, где его, я думаю, получаются вообразимые миры. Но нарисованы они предельно реалистично. И вот есть такая тенденция, что самые панатические комиксы, они, как правило, нарисованы очень реалистично. А те комиксы, которые основаны на повседневых областях, они, как правило, в Узмайл, в те же самые овраги, они нарисованы очень удобно и немножко как абстрактно. То есть это такие две, ну, путь уголовных столб. Вот еще, как бы, третью штуку, да? Это вот комикс Джо Саккар, может быть, его по нему тоже знаете. Это человек, он, как бы, едет в самые горячие точки. Вот он едет, например, в Холестину, едет в Сербию, да? Он хочет пережить какую-то экстремальную опасность на грани жизни и смерти. Потом присутствует об этом комикс. Он тоже достоверный, он ничего там не сражает. Там нет ни грешенцев, ни каких-то затрудонов, или волшебных хвалочек. Там все определенно реалистично. Но самое простое. Я говорю, для большинства обывателей, он, как бы, ну, какой-то фантастический, да? Потому что, ну, большинство людей живут спокойно в своих, там, мирных городах. И для них это как-то, ну, репортаж основного мира из какой-то другой паралитной реальности. Вот, тем не менее, это тоже жизненная ситуация. Но он сам помещает себя в такие ситуации, и, ну, это служит источником для его строительства. И, ну, вот, у нас в таком жанре работает Викола Маска. Понятно. Знаете, она едет там в судьбу, устраивает занятия там с включенным, да? Или там едет там в суд, например, да? Смотрит, как вот там все. В архомске. То есть она тоже хочет получить какой-то необычный опыт, который в обычной жизни нет. Соответственно, на эту тему сделать какой-то работой. Это, ну, другое. Но вот, в коме у вас есть под наш репортаж. То есть у вас получается либо некие троматические ситуации с ежедневными людьми, либо такой созреждательный комикс, где особо нету некие троматические ситуации, либо он на всех партажах, но он померенно обмещает себя в какой-то ситуации. Вот. Или вот вот это вот еще, можно сказать, четвертый путь. Тогда это герой. То есть Алко делает автопердаюческую вещь. Это просто описывает свою жизнь в городе. Это тоже вот большой искусств в городе. Поэтому надо отключиться. Или вот в вашем книге, знаете, Николай Маслов. В книге Николая Маслов он тоже сварял в кардайке, выпустил его в несколько томатах. Ну, это вот, собственно говоря, что уже есть на данный момент, на какие диспетии. Вот. Ну, сейчас мы хотим рассказать о нас сами, о нашей собственной ситуации. Вот. Я могу сказать, что, в принципе, практически все. Все, что у меня получается, оно из жизненной ситуации. Причем очень конкретной жизненной ситуации. Но иногда это таким образом модифицируется, что потом может быть свободной. Но для меня это точно очень актуально в этот момент. Мало того, что это ситуация, еще и в тот момент, когда я это делаю, это продолжение этой ситуации, она еще не закончилась. Сам комикс – продолжение ситуации. Да. И, в общем-то, может быть, даже не менее важно, чем сама ситуация. Один пример – это совсем простой. Пример. Там еще такой был комикс, короче, про ледистов. Ну, вообще, это пример того, как ситуация совершенно напрямую переходит в работу. Это было… Ям-Ям был в горах. Настоящий комикс. Попробовал быть лединистом. Я вел по горам. И там такая ситуация. Гребень горы вот такой узкий. И нам говорят, что если идет цепочка, привязанная друг к другу, и нам говорят, если впереди идущий упал с этого обрыва в одну сторону этого клепня, то следующий должен прыгнуть сам в другую, чтобы они уравновесили. Когда я шел, я реально понимал, что это решение надо будет принять за секунду, потому что потом будет поздно, иначе все улетят. Надо это как бы спасать. Еду два километра с обе стороны, очень узкий клепень. Ну, по-настоящему страшно. Я как-то так пережил внутри себя это. Ну, это такое было интересное вообще. Внутреннее переживание. Ну, и фокус. Говорят, конечно. Это так и получилось. Момент принятия решения, он очень как бы яркий для меня был. Хотя мне не пришлось его принимать, на самом деле, это слабо. Но я как будто бы его принимал. И я даже не знаю, что это принято. Вот такое решение. Но это совсем простой вариант. Бывает сложнее, когда ситуаций много. Ну, например, вот последняя работа «Класс». Там все перемешалось. И вот этот «Класс» — это как воспоминания из детства. Тешеткой почки с «Классом» на дворах. Что-то такое. И на них наслоились какой-то интерес. Какое-то время у меня был таким гравюром. Называется «Кляски смерти». Увидели такие средневековые, даже не средневековое, а зарождение. Смертные дискелетики приходят к разным королям, к, видимо, разных сословиях, к женщинам, к красавицам, к старикам, к дневникам. И уводят всех в могилу. Это называется «Танцы смерти». И потом, неожиданно, они вот сюда вышли. Какой-то мотив ввелся. Плюс сюда вошел интерес к каким-то суфийским делам. Вот в этой фразе финальной. Что каждый человек и каждое животное должны испытать смерть. И эта фраза, которая была сказана… На самом деле, это история. Я ее вычислил где-то. Когда умирал один суфийский мальчик, ему пришло письмо. Это было письмо от его друга. И этот друг в письме… Письмо, которое он писал, последнее своего умирающему другу ушел. И он написал такую фразу. «Каждое животное и каждый человек должны испытать смерть». Вот так он обращается к своему другу. Я подумал, что бы я мог сказать умирающему другу. Для меня это было каким-то ярким эмоциональным переживанием, которое в какой-то момент очень сильно меня заплатило. Я там ходил, где и там. И думал, что бы я написал другу. Ну, серьезно. Снег. И потом это как там. Все это смешалось с этим классом. Вот. И там еще были какие-то моменты тоже. Этих воспоминаний, вот этих вот моментов в жизни, их может быть очень много. Их случается постоянно очень много. Но они забываются. То есть через месяц можно и не вспомнить, что было такое переживание. Через год вообще. Вот. Но когда приходит время сесть на все-таки рисовать, ну, очень хочется как-то воскрешать все эти памяти, все эти штуки. Есть такие бумажные папки. Разные, обычные пателлярские папки. Они там, ну, структурированы по-разному, как есть. Есть на ТР папке. Идеи и записи. Я туда просто, да? Попадает вообще все. Я прочитал какую-то фразу из книги, которая просто чуть-чуть меня задела. Услышанный пателл, сказанная там дочкой, там, не знаю, фраза. Она позвонила после партнера нашего. Я говорю, что звонишь? Она говорит, я хочу, чтобы пустота услышала нашу радость. Ну, все. Ну, я не знаю, что будет в этих фразах дальше. Я же не сам. Когда надо что-то сделать. Ну, вот. Ну, есть какая-то идея, но чего-то не хватает. Ну, пустовато как-то. Не хватает. Можно сесть, разложить это все, как про сеансы. Почитать. И, ну, это удивительным образом вот создает эту ситуацию. Эти простые бумажки, они как бы заставляют за мной переживать то, что когда-то было у меня. И, в принципе, у некоторой работы у меня есть вот комикс один, который я сделал целиком. Он весь выдуманный на основе вот этих записей. Я просто взял несколько идей, которые там как-то саккумулировались, и соединил их вместе. Он сделан скомпилирован из разных идей. Вот. Каждая из которых имеет эмоциональный заряд. Они не пустые как бы, они не просто придуманы смехом. Ну, вот. Сколько тема нашего проекта – это эксперт. Он называется «Долератность». На целом, что вы знаете, какие у вас такие истории, серьезные или юристические, неважные. Как вы знаете, они понимают, какая-то серьезная тема по отношению людей на народе, национальности, культуру. Как вы знаете, что это такое? Я могу сказать, как раз у меня был комикс. Комикс у нас по скингеду. Как он родился? Мы уже предложили для журнала рисовать комикс на многодневную тему – скингед. Сначала я думал, как скингед себя ощущает. Откуда это берется? Скингед, например, забрел в какой-то, не знаю, латинский квартал, где средоточие тех, кто считает врагов. Как он себя чувствует, как в крайне враждебном окружении. Он не может одному признать, потому что повсюду они сильнее. Вот он один вводит по этим районам, потом идет качалку, качается, хочет отомстить, а ему всем не нравится. На самом деле, это же тоже трагедия, когда человек чувствует себя в крайне враждебном мире, который хочет уничтожиться. Вокруг не могут быть люди. Он сам создает себе какое-то адское пространство. Сначала я размышлял, а потом мне пришла идея про некую группировку людей, которые гастролируют по городам, договариваются с властями, чтобы устраивать всякие погромы, а потом пластиковые показатели изгоняют. И за счет этого держат народ своим контролем. Потому что они говорят, вот же, видите, как мы хорошо работаем, защищаем вас от власти. Мы, в итоге, находимся, находимся в пустынхенах. А потом, соответственно, даже дальше, я подумал, разовьется. Потому что это может продолжаться бесконечно. Такой народный гнев, опять же, отплатит. Насилие вернется к самым властям. Вот так я разработал это дело. Для меня как-то в этой теме уважения людей к другу, толерантности, близка такая сторона уважения к Индии. Ну, не знаю, как это назвать. Нет названия, я просто не записываю. Когда человек, ему необходимо для себя, ну, очень часто, особенно это бывает в момент перехода в возраст, восстановления, идентифицировать с какой-то группой людей. «Ты кто? Я пан? Я хиппи? Ты какую музыку слушаешь? Я такой?» Ну, как бы, и такие группируются кучками, там, по разным признакам. И в этот момент происходит такое вот странное разделение людей на группы. Каждая из которых, в принципе, это такая мини-модель какая-то. Ну, то есть потом, если все это развивает, развивает, наводит до общего, то получается фашистская организация. Ну, в курсе. Ну, реально. То есть люди, которые даже для себя отождествляются какой-то, ну, плюс еще там подпитывают энергию какой-то авторитета и все такое, ну, они вот держат группы, и они ненавидят там окружающих, которые по определенным признакам от них отличаются. Ну, вот в какой-то истоках, это где-то находится вот в простых любых простых разделениях. «Мы кто? Ну, и там художники комиксисты, а они композиторы». Ну, глупости, да? Ну, вот обсуждать эти… Среди комиксистов может быть такое разделение, там, на мангаке, да, и те, кто любит это. Ну, вот, 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 вот этот момент, вот, я еще не понял вообще, что это и к чему это приведет, но вот этот момент мне вот интересен. Я вот подумал, как это профессор будет. Ну, а мне еще интересно вот то, что вот эта эстетика, вот, фашизм, вот, с кем-кредом, она имеет свою вот протягательность, она как бы имеет свою ну, силу. Вот. И часто, как бы, по глуполовой стороне нет того, что она может предварить замену, да, как бы. Там того, что человек получает, например, в этой организации, да. Когда вот он в этой своей скультуре, например, да, там, в структуре, у него очень четкое, как бы, есть, там, разделение, да, там, да, потому что, ну, ему все понятно, да, понятно, там, это, там, это, там, это, там, с кем надо бороться, да, там, понятно, что надо делать, да, там, вот. И есть некая, вот, ну, эстетика, есть, там, понятно, как надо одеваться, например, вот. А весь остальной мир, да, он, как бы, ну, не задает таких каких-то, ну, жестких, там, критерий, жестких правил, и поэтому тут есть некая, ну, что ли, ну, что ли. Он в порядке, конечно. Он бы не выросли, если бы, да, в какой-то момент попал. Да, он в какой-то момент попал, потому что его это протянуло, да, значит, он чего-то не заполучил, вот, ну, реально в отбирающем мире, да, что он получает там, да, то, чего ему не хватает, да, он там реализует какую-то свою, вот. И для меня важна тема, что то, что он может реализовать там, он не может реализовать, вот, ну, что ли, в мирных целях, да, в мирных руках, да, ну, те же, вот, еще важно, что эти агрегаторы, конечно, организованы, да, например. Там есть жесткий непорядок для того, что они занимаются физической подготовкой, аспортом, да, друг, ну, их это влечет, привлекает, да, вот. А, как бы, ниже другой окружающий, он может что-то положить замену, да, там, что, вот, вытворил вот эти потребности. А если бы он смог, может быть, у человека был бы выбор, да, и он бы смог вот на элементы направить, вот, ну, в другом, так сказать, там, в конце-то степени. Я хотела спросить, он вот посмотрел Ронни-комикс, очень понравился, очень жизненный, и, я думаю, будет интересно многим услышать. Ну, многие что-то рисуют, там, скетчи какие-то, там, те же самые малискиновая вся эта эстетика. Вот, и как у вас получается, вот, в каких-то набросках, разрозненных, там, жизненных ситуаций, наблюдений, привести это все в какую-то историю, ну, вот, чтобы было интересно смотреть? Как это все получается, это понятно. Ты имеешь в виду технически вот, как это делается, или как это в голове происходит? Ну, частично технически, то есть, грубо говоря, непонимательный этап перехода от каких-то разрозненных деталей и конечный ему результат. Это вот все бац-озарение, или это какой-то длительный процесс там? Это длительное бац-озарение. Ну, там происходит, ну, не знаю, для меня это неразрывно связано с рисованием. Вот есть люди, которые придумывают текст, ну, у них в голове складываются такие текстовые штуки, а этот момент надо рисовать. Я хожусь, у меня есть несколько штучек там, которые я начинаю вместе пытаться объединять. Я рисую там, ну, это может быть что угодно, может быть одна картинка какая-то, ключевая, которая, ну, вот, в себе соединяет плавную идею, когда с нее все начинается. Иногда, там, нужно придумать какую-то фразу просто важную, которая вот должна быть. Ну, это через рисование. Иногда раскадровку надо рисовать. Еще ничего не понятно, но в душе прямо пора рисовать. И такая, ну, берешь такую, ну, видишь раскадровочку, какие-то маленькие такие картиночки, в которых ничего не видно. А видно только какие-то пятнышки такие, совсем грошечные, там, нейлы такие. И там стрелочками можно писать, где там кто-то говорил. Я максимально долго оттягиваю момент конкретности. И вот это очень сложно двигаться. У меня, наверное, сложно тоже перейти. Уже все вот уже, все такое зырко, и вдруг надо все сделать по-настоящему, чтобы потом это можно раскрасить, показать кому-то. И я вот этот момент, он очень трудный. Я не знаю, как это строить. Ну, надо заставиться сесть, там, взять к стулу, выбрать такой действий правильный, там, заранее готовиться, там, кто там, момент, построиться. А вот это сон. Что? Гороскоп. 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 Не знаю, ну, это плайма дождаться, чтобы ты уже достал по дне. Ну, разные бывают с этим гулят. Если бы там, ну, за деньги работала, тогда, наверное, там, деньги хорошо выглядят. Я не знаю. Спасибо. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!